Я должен вам с радостью объявить, что с этого года мы, Школа проектирования образовательного предпринимательства Московского городского педагогического университета, открыли новую магистрскую программу образовательное предпринимательство. Первая задача, которую мы решаем в рамках программы, это научить людей проектировать. Студенты в течение двух лет, а программа это очная, в течение двух лет занимаются разработкой, ну давайте так, инициированием, планированием и уже потом реализацией образовательных проектов. Все действия до того, как нас обучали, были достаточно спонтанные. Это были идеи, которые реализовывались так, как знали, понимали, умели, хотели. Как правило, люди не знают законодательно установленных процедур для реализации своих проектов, не знают, какие сроки с законодательством отводятся на реализацию тех или иных мер, соответственно, не могут правильно просчитать сроки реализации и достижения целей. Я стала в 2008 году индивидуальным предпринимателем, мы вообще не знали, какие у нас законы, что мы должны делать, где правильно, где неправильно, то есть это была полная пустота. Мы подали заявку на гранд-мэр Москвы. До этого мы подавали документы на разные проекты и результаты не получали. И я считаю, что наши победы связаны именно с тем, что я получила образование. Следующий модуль нашей программы, он связан с тем, что на профессиональном языке называется предпринимательскими компетенциями. Речь идет об экономике предпринимательства, о финансах, во всем том, о чем должен и обязан знать предприниматель, который пускается в такое вот серьезное плавание. Я обучалась в бизнес-молодости, в университете синергии частично, уже когда стали появляться, уже последние годы, но все равно не было какого-то полного такого образования. Я абсолютно не знала теории проектов. Какие шаги нужно сделать, какие могут быть проблемы, на что нужно обращать внимание, какие могут быть трудности, как выстраивать вот эту логику всю проектную. В рамках моего курса будут освещены вопросы как действующего законодательства в области образовательного предпринимательства, так и освещены те изменения, которые предлагает законопроект. А самое главное, будет освещен алгоритм действий, которые необходимо совершить для того, чтобы быть успешным на рынке образовательного предпринимательства. Собственно, образовательное предпринимательство можно считать трендом сегодняшней государственной политики. Государством будут проводиться конкурсы, допущенные к которым будут как государственные, так и негосударственные организации. Кроме того, гражданам будут выдаваться сертификаты, дающие им право по своему выбору определять организацию, которая будет оказывать им образовательные услуги за счет средств федерального бюджета. Таким образом, данная ситуация открывает рынок для неограниченного количества новых игроков. Мой центр, он вообще для детей от года до 12 лет. Надеюсь, дальнейшая школа полного цикла, то есть до 11 класса. Это школа, где будет, как сейчас уже об этом часто говорится, это школа финской модели обучения, более свободная, более демократичная. Туда бежали с интересом. Сейчас выбираю, какие программы туда можно включить. Четвертый модуль – это модуль, который посвящен, собственно, содержанию образовательной деятельности. То есть наши студенты, создавая программы, создавая предпринимательские проекты, самым серьезным образом занимаются разработкой содержания концепций, программ. На этой программе человек сам понимает, что ему делать дальше. И сам понимает, почему так нужно делать. Вот это, наверное, самое главное, когда свои действия ты пропускаешь через себя. И ты сам понимаешь, не кто-то тебе сказал, что нужно делать так или по-другому. А когда ты сам понимаешь, что нужно делать. Вот это, я, наверное, думаю, самое главное в магистратуре. У нас очень собрался интересный коллектив. И помимо того, что это студентов коллектив, и, по-моему, шикарный состав педагогов. Я думаю, они много нас могут научить. И вот эту стройную систему выстроить в голове полностью весь проект. Я буду рад видеть абитуриентов в Школе проектирования образовательного предпринимательства Московского городского педагогического университета на магистрской программе «Образовательное предпринимательство». Добро пожаловать! Мы вас ждем! Субтитры создавал DimaTorzok